Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ега. Полудница нашла любовь, говорит Ега. Все три условия Марьи выполнены, пора вернуться в ее лагерь и попросить ее выйти замуж за царя. Естественно, друзья мои, естественно. Так, скажи мне, дорогой кузнец, как твоя рука? Хочешь волшебства для твоего кулака? Хм, я думаю, что мы обойдемся, да? Ты вернулся, Иван? Хочешь отдохнуть? Уверена, теперь ты явился не с предложением царя. Я сделал все, что ты просила. Кузнец, расскажи мне подробнее о том, что именно ты сделал и каким путем. В согретых сельских угодьях я способствовал началу истории любви, теперь сердце Полудницы принадлежит Полевику. Водник обрел покой и отдыхает целыми днями. Я изгнал священнослужителя, теперь он далеко. Морозко теперь счастлив, став молодоженом, теперь его сердце согрета так же, как и его лужа. Несмотря на то, что твои методы мне не понрават, ты выполнил все, что я просила. Я впечатлена, что ты вернулся целым и невредимым. Сдается мне, ты никогда не унываешь и готов на все ради достижения своей цели. Несмотря на это, я все еще не согласна. Мой народ насраждался, ему нужно что-то, что даст надежду, пока наша битва в этих лесах еще не окончена. Нужно как-то поднять им дух. И если твоего целя беспокоит судьба нашего народа, он преподнесет им подарок. Это будет подарок для них, не для меня. Хм, что пожелаешь? Никто лучше тебя не знает, твой народ, что может осчастливить их? Приходит в голову только один подходящий подарок, что-то, что будет давать им надежду каждый день. Я скажу тебе, что ты должен принести, но это будет непросто, несмотря на то, что ты кузнец, и это задание как раз для твоего роста. Мне потребуется три котла, изготовленных на золотой наковальне. Один должен быть железным, он смоет всю силу с того, кто искупается в нем. Другой должен быть медным, он смоет всю молодость с того, кто искупается в нем. Третий должен быть золотым, он сохранит удачу и добрую судьбу того, кто искупается в нем. Хм. Интересно. В котлах мы сможем готовить еду, которая принесет всем нам надежду. Один должен... А, подождите, ребята, ну мы это уже с вами читали. Я скоро вернусь с этими дарами. Отступай, Иван, возвращайся с котлами, и тогда мы еще поговорим. Угу. В общем, друзья мои, мне нужно сделать три котла. Скажи мне, дорогой кузнец, как твоя рука? Хочешь волшебства для твоего кулака? Слушайте, я думаю, что я обойдусь. Давайте-ка пойдем, потому что у нас и так невезение висит, и оно будет только расти. Ну что же, самое время отправиться в наше путешествие, так сказать. Мария хочет подарки для своих подданных. Не сдастся ли Иван? Так, его руки болят из-за литья золота. Он знает, где находится золотая кузница. Ну что же. Он хорошо поел перед дорогой. Слушай, давай-ка мы, наверное, снизим себе силу воли, но зато у нас будут хорошие удары. Да? Эх, бабульки, бабульки. Что же вы за испытания мне делаете? Так, пустой желудок. Я едва чувствую свое лицо. Ну, начинается, короче. У нас бандиты здесь вовсю лютуют. Ну что же, пора их наказать. Не знаю, друзья, будем ли мы с вами перематывать все боевки. Посмотрю я. Если их здесь будет слишком много, то, конечно, будем все это потом дело вырезать. Так. Слушай, ну, довольно неплохо мы с ними справляемся, да? Очень даже хорошо, я тебе скажу. Так, ну, смотрите, сколько, сколько золота. Даже хлебушек с вами, видим, лежит рядышком. Все. Ну нет, не все. Отлично. Так. Давайте мы монетки заберем. Ага, тут еще деньги. Ну что же. Друзья, двигаемся далее. Так, алтарь. Алтарь. Я, знаете, я не буду молиться или шептать. Потому что, сами понимаете, невезение, оно все-таки растет. Когда мы помолимся, а особенно если неудачно. Ох ты. Хе, чувачок стоит у нас здесь. Ну. В чем проблем-то, не могу понять. Добрый день, кузнец. Тоже хочешь поймать золотую рыбку? Разве в этом замерзшем колодце можно хоть что-то поймать? Ну да, братья сказали, что можно. Дать совет. Или это точно. Слушай, давай совет дадим. Не попадайся на ловки братьев. Нет, сударь. Они поймали здесь рыбку, исполняющие желания. И они захотели иметь плуг и телегу, как у соседа. Это правильное желание, потому что сосед на днях своих вещей лишился. А теперь за плугом и телегой ему приходится ходить к нам. Ха-ха-ха. Думаю, твои братья просто ограбили соседа. Ограбили? Тогда понятно, почему в телеге валялась шляпа соседа. Они мне солгали. Ага, и ушел, да? Тебе повезло, Иван? Хм, кто это говорит? Я волшебная рыбка. Ох, еще один тугадум. Здравствуйте, приплыли. Постой, ты настоящая? Это значит... Да, я исполняю желания, и я здесь, потому что таково желание человека, поймавшего меня. Но ты не он. Где он? Хм. Я его убедил, что ты не настоящая, и теперь он думает, что его братья воры. И это была группа. Но желание ведь было загадано, и я могу его исполнить. Ха-ха. А как же мое желание? Мм, можно я сам загадаю желание? Нет, желание нельзя изменить. Он хотел сдвинуть горы хлопком в ладоши. Мм, да? Мне опять повезло. Понимаешь ли, у меня только одна рука. Ты не исполнил его желания. Ну, тогда вы в одинаковом положении. Может быть, в другой раз. Добрый день, Иван. Одним словом, получается, что мы с вами ни мужику не помогли, ни себе желания не сделали. Ладно, друзья мои. Так, опять у нас тут разбойнички, да? Наша суть какова? Найти золотую наковальню, да? Чтобы сделать там котлы. Поэтому будем сейчас искать. Так, тихонько, тихонько. Не надо тут буянить, роднуля. Успокойтесь, пожалуйста. Ну, я думаю, что боев здесь будет немало на самом деле. Так, тут тупик. Мы с вами продвигаемся дальше. Развилочка, судя по всему, да? Как я их не люблю, вот этих вот упырей. Но они ватные. Так, рог упал. Ать, меня ураганчиком, ребята. Стухачий рог. Да что ты будешь делать-то? Чё они так долго здесь летают? А? Наверх, наверх. Тут опять, опять... Ох, ненавижу, ребята. Это что у нас тут? Чёрт какой-то, да? Хе-хе, чёрт. Вот эти вот совы, ну, назовём их совами, да? Они вот призывают... Постоянно приносят нам противников. Поэтому нам выгоднее как можно быстрее их забомбить. Так, тихо. Ну, да что ж такое? Я по ней попадаю, попадаю, а она... Всё приносит и приносит мне этих... Козлов да всяких бандитов. Хе! Ну! Твою ж налево. Блин, может, в ближнем бою, что ли, наказать её? Я не знаю. Слушай, она меня достанет. Серьёзно тебе говорю. Есть! Наконец-то я её подбил. Так, ну что, подняли с вами части тела. Так, тут тупик. Сундучок. Спасибо большое. Как говорится, за деньги, да? Пальц вампира. Монетки. Мы с вами можем идти наверх. Мне нужна наковальня. Опять драка. Так, а вот этих волков нужно убивать в первую очередь, ребята. Вот именно белых. Ох, как меня зажали. Тихо, 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 тихо. Ванюша, давай, давай. У нас очень мало здоровья. Отлично. Так. Не даём... Не даём такой возможности врагам меня зажать. Понимаете, это будет очень чревато для нас. Да что ж такое. Только подкрепился, опять здоровья мало. Очень. Фух. Еле-еле успеваю. Как говорится, подкрепиться. Так, ну ладно. Летучая мышь, это для нас на самом деле ерунда. Ну. Готово. Фух. Ванюш, ты молодец. Молодец, как всегда. Ну что же, мы двигаемся с вами дальше. У нас в левую сторону есть проход. Опять боёвка, что ли, будет? Ну, естественно. Так. Опять здесь стухачи и вот этот вот гигантский стухач, который... Ребята, вот это вот землетрясение, так сказать, делает, да? Слушай, они меня со всех сторон бомбят. Особенно вон тот, который урагачки призывает. Ну. Отдуплился. Шикарно. Так, у нас звёздочка. Значит, НПС. НПСик. Давайте, наверное, поговорим с ним. Дикари. Мне стыдно быть их братом. Старейшина требует свежего мяса, поэтому они убивают все живое по пути. Когда мои собратья вернутся к старым обычаям? Хм. Кто ты? Среди своего народа я считаюсь отщепенцем. Они вступили на кривую дорожку, поэтому я держусь в стороне. Я не граблю и не убиваю невинных. Я собираю ценные камни и обмениваю их на еду у пастухов. Я хочу, чтобы мой народ стал лучше. Это правильно. Что за старейшина? Он самый старый из нас, поэтому мои собратья к нему прислушиваются. Он закон в лёд и видит только то, что его окружает, и не хочет знать, что мир изменился. Старейшина постоянно алщит и жаждет, и мой народ слепо следует за ним. Я хочу, чтобы мой народ стал лучше. Так. Что я могу сделать для тебя? Я слушаю. Старейшина, если мой народ избавится от него, мы сможем вернуться к прежним обычаям. Я против охоты на людей. Нам достаточно животных. Стухач-бунтарь. Ты попытаешься убить его? Тогда мой народ вернётся на правильный путь. Хм. Может быть. Я об этом подумаю. Избавь нас от тирана, и я продам тебе руду. Даю слово, кузнец. Желаю тебе попутного ветра. Ну что ж, спасибо, Стухач. А мне бы найти теперь твоего этого главного. Да ёлки-палки. Ну. Так. Минус один. Там чувачок, который призывает ураганчики, да? Плюс он бросается ледяными осколочками. Хе-хе-хе. Подбили. Ну, тут всё довольно легко и просто было. Так. У нас наверх, и вот сюда есть дорожка. Не знаю, друзья. Главное найти правильный путь. Мне кажется, что я уже неправильно иду. Ладно, фиг с ним. Опыт лишним не будет, да? Так. Дайте-ка я как-нибудь аккуратненько всё это здесь проверну. Дельцы наши. Блин, со всех сторон бомбят ещё эти упыри. Так. На. Да ёлки-палки. Какие-то кустарники. Всё мешается мне. Так. Подбили мы его. Так. У нас остаётся только лишь наверху. Да, друзья. Здесь у нас тупиковая локация. Нам придётся, скорее всего, с вами идти наверх. Так. Ничего не выпало из него? Печалька. Печалька. Ладушки. Но зато проверили. Так. Наверху очень большое затемнение. Я думаю, что, наверное, главное будет именно здесь. Нет? Нет. Никакого главного здесь пока нету. Обычный бой. Слушай, ураганчик меня просто вот раздражает. Серьёзно тебе говорю. И этот ещё. Он, главное, отлетает от меня. Так. Тут тупик. Тут, ребята, у нас тупик. Так. Секунду. Как он так? Как ты так вернулся, а? Отстухач. Кстати, вы заметили, что вот под противником, после того, как мы по нему попадаем, вот так вот красное пятнышко, да? Это означает, что он получает постепенный урон. Ну, то бишь, кровотечение своего рода. Так. Ну что? Здесь мы справились. И нам остаётся идти только лишь вот сюда, вот в правую сторону. Да ёлки ты палки. Опять развилочка. Так. А этот сундучок нам нужен. Для этого нам понадобится что? Ну, конечно же, лапа медведя. Лапа медведя. На этот раз я знаю, как пользоваться. Так что... Отлично. Так. Ну, тут обычно у нас деньги, да? И я смотрю, там у нас вино даже. И медная руда выпала. Ага. Да неужели? Неужели мы его нашли, этого хламона? О, коротышка дошёл до моего дома. Стухач старейшина. Скажи-ка, ты тоже ищешь золотую наковальню? Её многие ищут. А с твоего разрешения я воспользуюсь ею. Можно поинтересоваться, что ты собираешься ковать? Мне велели выковать котлы. Котлы? Странный способ использования волшебной наковальни. А зачем эти котлы нужны? Хм. Для Марии Моревны. Чтобы кормить её войско, сражающее с моей семьёй. Ни за что. Ах ты, упырь. Так, друзья мои, это босс у нас, да? Так, ладно, придётся с ним разобраться. Минус один. Ага, там ещё одна. Одна, как говорится, гора лопнула, и оттуда вылез вот этот вот упырёныш. Слушай, ну, в принципе, я ничего сложного вообще не вижу. Так, что он там делает? Он закованный во льду. То есть, он не двигается, он стоит на месте. Ну что же, ребята, я могу сказать вам одно. Ему, наверное, крышка. Вообще ватник. Так, тихо. Он, короче, меня сдувает. Вот что я тебе могу сказать. Так, ага, бросается осколками ледяными. Ага, и призывает, опять же, подмогу себе. Ну что же, друзья, давайте тогда будем разбираться. Так, тихо. Не забываем следить за уровнем здоровья, потому что можно, как говорится, не уследить за этим делом и сфейлиться. А нам это не нужно. Слушай, ну этот старейший, но на самом деле вообще вата. Вообще ни о чём. Смотри, он ничего двигаться не может. Бросает осколки, ну и сдувает, конечно же, ветром. Это если мы захотим его... Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, здоровье. Фух. Успели. То есть, если мы захотим его в ближнем бою подбить, он этого не позволит. Он нас будет сдувать. Ну, я его и так забомблю своими молоточками. Есть. Воу, сколько золота с него выспалось. Слушай, нехило. Нехило. Так, а куда это у нас вход? Ммм, золотая наковальня. Я должен поторопиться и изготовить котлы. Так, давай-ка медный, наверное, да? Пожалуйста, не поломай. Так, секунду, ребята. А почему я не могу сделать... Сделать... А-а-а. Всевогущая сила сварога направляет руку мою. Короче, у нас не хватает руды, чтобы сделать железный котел. Хм, печалька. Так, ребята. Наверное, мы не будем сейчас тратить руду с вами. В общем, мне нужно найти где-то железную руду. Одну штучку. Если я сбегаю к тому чувачку, который просил меня убить старейшину, да? Он говорил, что я торгуюсь рудой. Может быть, у него сможем купить? Как вариант. Так. О, разбойнички. Здорово, орлы. Я уж заскучал по вам. Спасибо, что вы мне даете немало деньжат. Они мне как раз кстати... Ох, как они сыпятся из них. Просто великолепненько. Так, золотой зубик тут выпал. Отлично. Так, ну здесь тупик. Так что нам придется с вами возвращаться. Да, беготни, по-моему, здесь у нас будет очень-очень много. Слушай, а где он у нас? По-моему, он... По-моему, он внизу, да? Да-да-да, вот звездочка. Сейчас мы с ним перетолкуем это дело. И... Че вы друг на друга любуетесь-то? Со старейшиной покончено, кузнец. Надо восстанавливать разрушенное. Давай скрепим наш договор торговлей. Тебе нужна руда? Так, ну что, соточку, ребята, да? Железо крепкое и смертоносное. Хороший выбор. Давай скрепим наш договор торговлей. Тебе нужна руда? Слушай, ну, по-моему, мне уже ничего не нужно. Я пошел... Желаю тебе попутного ветра. Мне, друзья, только лишь остается сковать один котел. Так, только не говори, что здесь опять щука у нас будет. Этот пруд выглядит довольно оживленным. Ну, давай закинем не в это, и как всегда нам попадется щука. Привенствую тебя, путник, и ты поймал меня, саму щуку. Отпусти меня, я исполню любое твое желание. Силу. Конечно же силу, друзья мои. Можно, конечно, и съесть ее. Я хочу быть сильным. И я выкошлял этот кусочек руды. Ты знаешь, что делать. Это ведь не впервой. Прощай. Теперь пруд выглядит довольно спокойным. В общем, ребята, мы с вами только что получили на халяву. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, тут везде руда валяется. Просто бери, не хочу. Ну, естественно, надо подраться вот с этими упырями. Тут тупик у нас, кстати. Ладно, я с ними сейчас разберусь по-быренькому. По-быренькому. Но. Так, да что ж ты будешь делать? Главное, ребята, смотреть за хп. Если здоровья будет мало, то лучше отбежать и подкрепиться, чем лезть, как говорится, на рожон. Ну, самое плохое, что они вот блокируют. Так, все, да? Белемнит. Железная руда. Медная руда и золотая руда. Слушайте, зачем я сто монет тратил, когда тут руды этой пруд пруди? Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут наверху. Что такое? Ага. Так, тихо. Тут у нас морозные осколки. Опять же, стухачи. Так, тихонечко. Так, а эти осколки, когда взрываются, да, ледяные, я так понимаю, они наносят повреждения. Да, они наносят повреждения. И, судя по всему, не только мне. Так, ну, тут у нас нету пик. Я вижу, наверх можно сбегать. Ого. Так, опять. Смотрите, друзья, ну, руды просто немедленно лежат. А знаете, для чего, мне кажется? Потому что если бы у меня, ну, предположим, да, я бы выполнил задание. Мне же нужно было котлы эти делать. А у меня, скажем так, нет руды. Ни золотой, да, ни медной. Как говорится, ни железной. Вот, пробегавший вот по этой территории. Я бы просто мог бы насобирать ее. Слушай, ну, это довольно неплохо. Придумано. Так, я вроде бы как все зачистил здесь. И я думаю, что пора нам с вами отправляться к золотой наковальне. Так, погоди-ка, здесь почему-то я не добрал. К золотой наковальне и сделать уже все-таки, в конце концов, последний этот котел. М-да. Насчет деньжат, конечно, я немножко лопухнулся, да? Проторговался. Ну, Ванька у нас не коммерс. Он у нас такой. Ванька, добрая душа, да? Ванька распашонка, можно так сказать. Так, а где у нас наковальня-то находится? Я подзапамятовал, если честно. Так, тут у нас тупик. Значит, здесь, внизу, что ли, получается? Ну да, да, именно здесь, потому что вот он, старейшина валяется подбитый. Так, вот она наковальня. Ну что же, я должен поторапливаться и изготовить котлы. Да-да, именно железный котел нам и нужен. Нет ничего проще для меня, чем ковать, но все равно будет не сдобровать. Это сложная задача. Наконец-то все готово. Ну и, слава богу, что все готово. Мы можем с вами возвращаться, да? Судьба Ивана зависит от его выбора. Да это понятно, бабуль. Но это уже все одно и то же, ты мне говоришь. Ага, чему научился Иван? Брось обратно. Можно использовать лесу телеги для отражения снарядов. Так, под землей на этом мы будем находить золото, да? Если будем с лопатой. Капошица. Короче, я думаю, что нам нужно выучить вот это вот. Брось обратно. Так, ну что? Давайте дальше продолжать наше, как говорится, путешествие. Везучий молот. Ладно, хорошо. Я думаю, это нам пригодится в дальнейшем. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Так, он вернется к ней в поселок. Надеюсь, что его усилия не были напрасны. Мария в ожидании котла. А котлы у нас как раз и есть. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Так, бабуля. Я смотрю, ты вернулся. Похоже, ты просто так не сдаешься. Очень хорошо. Покажи мне котлы. Да ради бога. Вот, пожалуйста. Он сделает ваших людей более сильными. Благодарю тебя, кузнец. Вот, в нем ваши люди очистят свой разум. Благодарю, Иван. И последний. Он может принести удачу. Спасибо. Это впечатляет. Ты сделал то, что многие сочли бы невозможным. Мне приятно видеть такую решительность. Знаешь, что эти котлы помогут нам. Но я все еще не могу выйти замуж за твоего царя. Опять что-то нужно. Ты твой царь, вы просто играете с нами. Я сожалею, правда очень. Я не хотел навредить тебе. При первой нашей встрече я хотела прогнать тебя прочь. Когда ты вернулся, я подумала, что тебе просто повезло один раз. Поэтому я дала тебе еще одно более сложное задание. Думая, что ты сдашься. Но ты снова здесь. Похоже, ничто не в силах тебя остановить. И все же я не могу оставить этот лес. Я слишком долго сражалась с Кащеем. И преследовала его. И сейчас я не могу остановиться. Он убил всю мою семью и многих моих людей. Хм. Он должен заплатить за свои грехи. Я найду его и доставлю тебе. Кузнец. Если ты желаешь взяться за еще одно невыполнимое задание, я не буду тебя останавливать. Но сама не буду тебя об этом просить. Если ты решишь найти Кащея, мне бы очень хотелось вернуть корону моего отца. Противно осознавать, что ее носит такая подлая тварь. Квест начался. Хм. Нет, не буду я разговаривать с ней. Потому что она больше чем уверен, начнет там, что тебе, колдовство дать или еще что-нибудь. Да, друзья мои. Так, в общем, у нас следующее задание это Кащей. Мария хочет отомстить за свою семью. Сможет ли Иван встретиться с Кащеем? Так, Кащей можно найти и в мертвых лесах. Иван обязательно столкнется с трудной задачей. Ага. Ну что ж, давай посмотрим, насколько эта задача действительно будет трудной для нас. Ага, проснулись. Мертвый лес, да, у нас? Это жутко. Так, алтарь. Да ну его. Не будем. Звездочка. Так, так что у нас? Малец какой-то. Что ты пытаешься сказать? Почему он не может говорить? Не понимаю тебя. Что? Что ты пытаешься сказать? В общем, я его не понимаю. Прощай. Ладно, Малец, извини. Раз не хочешь ты со мной разговаривать. Так, ведьминое жерелье у нас тут. Так. Ага, понятно. Ничего новенького у нас тут не появилось, да? Все то же самое. Слушай, а может быть он просто заколдованный? Прощай, малыш. Возможно, мы еще увидимся с тобой когда-нибудь. Да-да-да-да-да-да-да. Совсем забыл, что здесь у нас нежить, призраки и так далее и тому подобное. Ага. Мне бы надо было, конечно, молот сделать против нежити. Если честно. Ну, готов. Так, а здесь у нас все равно тупик. Ладно, хорошо. Раз забрели, как говорится так, будь добр уничтожить их всех. Так, везучий молот, смертоносный молот. Давай так вот попробуем. Смертоносный молот. По-моему, то же самое, да? Никакого эффекта я не вижу. Печалька. Фух, мрачное местечко на самом деле. Так, ну что, мы можем с вами вниз прогуляться еще, да? Можем прогуляться вот сюда. То есть, я так понимаю, здесь боевки будет еще больше. А что это за мертвец тут какой-то бегает? Кто это такой, а? Нифига себе, действительно, что там там? Красные глаза прям испускает какую-то фигню. Так, сломанный крест подняли. Так, привидение. А вот этот призрак, смотрите, может вызывать помощь себе. Ого, что это такое сейчас было? Да елки-палки, что ты мигтишишь-то? Отлично. Так, будем все уничтожать на своем пути, чтобы нам не мешалось в дальнейшем. Ну что опять? В общем, здесь у нас, по идее, должен быть, друзья мои, Кощей. Так. Да елки-палки. Кощеюшка. Ну, а что там? Ага, ты видел, да? Он задувает, задувает свечку и вылетает фаерболл в этот момент. Неплохо придумано. Так, ну что, пчелка? По-моему, пора тебе погибнуть. Да, рановато. Рановато разбил кувшинчик. Ну да ладно. Так, ну что? У нас наверху тупик. Нам только вот сюда двигаться. Слушай, ну тут уж, по-моему, перебор. Тут уже даже и шагу нельзя сделать, как боевка идет. Ладно. Разберемся с ними. Ну, с бандитами всегда легко справляться, потому что они ватники на самом деле. Ну, в принципе, даже и приятно с ними драться, потому что они, по крайней мере, мне подкидывают деньжата. А деньги это хорошая вещь для нас. Ну что, забираем. Тут много кувшинов. Так, чувак с топориками. Ну, иди сюда. Ну. Молодцы. Подбили. Так, а здесь опять нежели. Ох, сколько здесь. И сова. Блин, не хотелось бы мне, конечно, с ней сталкиваться. Ну, даже совой-то ее не назвать. Это вообще какое-то чудище, на самом деле. Клюв почему-то как у какого-то грифона. Может, это грифон? Ой, началось. Ой, друзья мои, началось. Опять сейчас будет вызывать. Без конца и края, да? Причем всяких призраков. Блин. Это плохо. Лучше бы она мне бандитов сюда вызывала. Слушай, вы успокойтесь или нет? Фаерболл, не со своими. Отличненько. Так, сундук. Сундук я люблю. Я буду, ребята, его, конечно же, ломать. Забираем это все дело. И тут у нас тупичок, к сожалению. Угу. Шли-шли, как говорится, и пришли. Ладно. У нас есть дорожка наверх. Дорожка наверх. Опачки. А это что у нас? Бабуля какая-то. Небось, ты и есть его папаша? Папаша? Тот, воришка. Ты разве не его отец? Ты имеешь в виду немого мальчишку? Да. Очень интересная история. Нет, я не его папаша. А что бы ты сделала, если бы он оказался моим сыном? Передай ему, что если он отдаст ожерелье, я верну ему голос. Ожерелье? Он его украл. Я поймала его, но он успел спрятать ожерелье. Этот негодник не пожелал говорить, куда спрятал украденное. Он и не догадывается, что украл у ведьмы. Вот я и забрала у него кое-что в обмен на свое ожерелье. Ммм. Хе-хе. Понял я. Не зачем так жестоко наказывать ребенка. Он усвоил урок. Вернее, ему голос. Слушай, я сниму проклятие, если ты вернешь мне ожерелье. Это и есть твое ожерелье? Да, это оно. Вернись к мальчишке и произнеси над ним эти слова. Языки и ведьмы чудища пиявки. В следующий раз будет знать. Ага. Ну что, друзья, мы с вами можем расколдовать мальчишку. Короче, он украл ожерелье, оказывается. А мы думали, что с ним не так. А он, оказывается, был заколдован. Ладно, друзья, в любом случае нам нужно возвращаться, потому что здесь уже вокруг один тупик. Хмм. А куда же нам тогда идти? Если везде тупик. А где кощей найти? Ну, затемнения еще здесь очень много, судя по карте. Так, вот, по-моему, малец. А ну-ка. Языки и ведьмы чудища пиявки. Тогда, тогда... Спасибо. Не за что. Не вздумай больше трогать чужие вещи. И хорошо, сударь. Угу. Отлично. Вниз. Вниз мы с вами направляемся. Что такое? Ну как же, как же без драки-то, елки-палки. Что-то как-то они зачастили, на самом деле, с боевками с этими. Даже уже немножко приедается. Так, секундочку. А что ты здесь делаешь? Мы снова встретились, жестокий кузнец. Мой боец. Наконец-то пришел человек с посудой сразить ужасного Кощея. Я долго ждала. И вот у меня появился шанс отомстить. Как же я буду рада его поражению. Хмм. Ладно. Кто он такой? Ты знаешь Кощея? Да. Я знаю Кощея уже много веков. С тех пор, когда он был смертным человеком. Он был князем. Высокий, сильный и красивый мужчина. Свою красоту он давно потерял и теперь зовется Кощеем Бессмертным. Так. Где находилось его государство? Лес, посреди которого мы стоим. Когда-то здесь был его престол. Земли Марьи и Маревны. Там стояли великие города, населенные гостеприимными людьми. Царство. Откуда ты родом? Все три царства составляли огромное государство, которым правил Кощей. Со временем о Старом Государстве забыли. Хмм. Прикольно. А что с царством Марьи? Почему Кощея напал на него? Когда-то эти земли были Кощея. После той битвы они пришли в упадок. Великий дед Марьи восстановил часть прежнего государства и вернул ей могущество. С тех пор Кощея пытается уничтожить то, что ему больше не принадлежит. Он насылал лесных духов на земли Марьи. Не так давно ему удалось добиться своего. Он убил отца Марьи и множество ее подданных. Вот такой упырь. Хмм. Хорошо. Тогда разберемся с ним. С твоей помощью мы его заточим. Как его найти? Я тебе помогу, но сначала надо вернуть венец Марьи Моревны. Задачка может оказаться сложнее, чем ты думаешь, кузнец. Кощея не расстанется с венцом добровольно. Его нужно заточить, иначе он будет восставать снова и снова. Есть один способ, и я тебе о нем расскажу. Ну так рассказывай быстрее, елки-палки. Так. Его нужно остановить, конечно же. Кто-то должен одолеть Кощея. Благородное самопожертвование, кузнец. Но совершенно бессмысленное. Если хочешь заточить Кощея, тебе понадобится моя помощь. Знай, что просто так его не убить. Не зря он зовется Кощеем Бессмертным. Сначала нужно уничтожить его тело. Это сложнее, чем ты думаешь. Хм. Когда уничтожишь его тело, надо заточить душу, или то, что от нее останется. Найди костяной сундук и запри Кощея в нем. Хм. Что за костяной сундук? Об этом сундуке больше никто не знает. Лишь из шести тела Кощей прячется в этот сундук и восстанавливается. Перед тем, как сразиться с ним, найди костяной сундук, потом сразу обмотай сундук цепями и закрой на стальной замок. Кощей будет еще жив, но навечно заточен в сундуке. Разве что какой-нибудь дурак его откроет. Хм. Даже если это будет мое последнее деяние, я уничтожу Кощея и верну венец Марье. Может быть, тебе повезет больше, чем твоим предшественникам. Я буду присматривать за тобой, кузнец. Измученный призрак. Вы помните, да, что как-то мы с ним уже встречались, и он нас обманул. Он попросил тела на 21 час, а на самом деле он забрал его навсегда. Опять драки. Так, НПС. Оу, Кощивушка. Ты что, смерти ищешь? Или ты просто невежда, который забрел куда не следует? Неважно, твоя смерть достает мне не меньшее удовольствие. Не нужно кровопролития. Я просто хочу вернуть Марье Марьевне венец. Отдай его мне, и я уйду. Нет, это царство по праву принадлежит мне. Я брошу на тебя свой гнев. Ух ты. Так, друзья мои. Да чтоб тебя. Так, тут еще и коняшки всякие. Ну что, я не понимаю. Нам нужно... Или Кощей бомбить, или вот эти вот руки летающие. Что? Ладно, давай попробуем все. Так, судя по всему, Кощей сам по себе вата, да? Дерется только в ближнем бою. Понятно. А, он может телепортироваться. Ладушки. Так, что там за сердечки еще появляются какие-то? Ну... Так. Слушай, ну... Неплохо, неплохо. Мы его на самом деле бомбим с вами. Очень даже хорошо, я бы так сказал. Так, а вот эти вот руки, которые, да, у нас вот, они подбиваются. А что он там делает? Смотрите, ребята, он что-то там молится, что ли? Не знаю. В общем, он застрял на месте, и в этот момент мы его неплохо бомбили. Так, подожди секунду. Куда ты от меня убегаешь? Что он там делает? Не пойму я. Слушай, ну смотри, ватный, ватный, друзья мои. Сейчас мы его с вами просто уничтожим. Просто уничтожим и все. Что в нем сложного, я не знаю. Так, секунду. Хороший отбуянник, парень. Хороший отбуянник, говорю. Так, ну... Так. Дай-ка я его уничтожу. Тихо. Он будет телепортироваться, да? Ага, понятно. Есть. Побил. Не понял. Погоди-ка секунду. Я не врубился. А почему? Почему так произошло? Друзья мои, я почти его убил. И он опять с полным здоровьем. Хе. Не понял юмора. Ладно, давай еще разок попробуем. По крайней мере, с ним довольно легко справиться. Ничего в нем сложного я не вижу. Надо понять, в чем суть. Как он восстанавливает себе здоровье. Так, ладно. Давай. Ну, слушай, ну тут вообще легко. Смотрите, мы, ребята, с вами можем... Вот так вот делать перекатики, да? И он по нам просто не попадает. Так. Кощей тоже мне. Так, ну это одно дело. А другое дело, друзья мои, понять... Как лишить его способности восстанавливать здоровье. Так. Перекосим маленечко. Он может меняться... Вот видите, вот эта вот рука с булавой, так скажем, да? Он может с нею меняться местами. То есть телепортируется именно туда, где эта рука. Но я думаю, что вряд ли это как-то может сказаться. Так. Немножко осталось, совсем немножечко. Так, ага. Топорик хотел меня сейчас только что накромсать. Видите, что он делает? Он просто меняется местами. Не знаю, в чем прикол, конечно. Так, вот, смотрите. Здоровья уже опять мало. Сейчас попробуем с вами. Так. Секунду, секунду, секунду. Перекусим. Ну. Хлопчик. Так, давай вот эту вот попробуем уничтожить. Да елки-палки. Блин. Опять. Опять он восстановил себе здоровье. Но тут уже все перепробовано. Остается только лишь один вариант. В общем, сейчас мы доводим его здоровье до минимума. Потом подбиваем ту руку. И нам нужно будет успеть забомбить его. Самого Кащея. Только такой вариант. Все, ребята. Больше попыток не будет. Хлеб я весь потратил. Так, секунду. Так. Уничтожаем вот эту вот... Ага, он поменялся. Так, так, так. Тихо, 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 тихо. Подбил. Ну. Фух. Вот и... Вот, ребята, и правильное решение было у нас. А я делал что? Я пытался его убить. А оказывается, вот эта вот рука нам и мешала. Так, ну что же. Где-то у нас тут должен быть... Сундук. Ага. А вот он, сундучок. А, Кащея тут стоит? Нет. Как ты здесь оказался, я слишком слаб, чтобы продолжать биться с тобой. Пощади меня. Ты никогда не щадил своих жертв. Ты заслужил вечное заточение. Я их все-таки убивал. А то, что ты собираешься сделать со мной, это невообразимая пытка. Смилуйся. Да вот, конечно. Ты заслуживаешь заточение за свои деяния. Отдай венец и останешься в заточении навечно. Вот так, друзья мои. Квест завершен. Королевскую корону я все-таки получил. Сундук из кости. Он пронизан волшебной энергией. Так, запереть и запечатать. Этого должно хватить. Естественно, должно хватить. Вот так вот. Тюрьма нежити. Ну что, ребята. Задание я выполнил. Так, остается нам вернуться к Марьи Моревне. А где у нас, кстати, выход-то? Здесь, наверное, да? Наверное, здесь с Кащей мы забомбили. Опять драки, что ли? Да елки-палки. Я уже думал, все. На этом закончено, но нет. Только продолжается, да, все? Ладно, давайте быстро разберемся с ними. Так, минус. У нас дорожка вниз. Дорожка вниз, я так понимаю, еще и в правую сторону, да, будет? Дорожка, да? Так, оно и есть. А, тут тупик. Ладно, тогда нам остается только лишь вниз двигаться. А вот и выход наш родной. Хе, естественно, я побежал. Так, ну что, бабульки, расскажете мне? Судьба Ивана зависит от его выбора. Я уровень получил, что ли, да? Получается так? Ну, давай. Так, чему научился Иван? Увеличивает максимальная выносливость. О, вот это, я думаю, мы сразу с вами и изучим. Максимальная выносливость нам пригодится. Так, хлеб подобрали. Да-да, это дорога домой. Я ненадолго зайду. Так, друзья, мне нужно что сделать? Мне нужно, во-первых, хлеба. Потому что я весь хлеб потратил на этого Кащея, пока разбирался, как с ним драться, елки-палки. Давай-ка, Амидушка, будь добра, красавица. Сделай-ка через волшебство мне пару буханочек хлеба. Так, а сколько ты мне можешь сделать? Три штучки. Ну, ребята, сами понимаете, на большее у меня не хватает ресурсов. Ну, это тоже неплохо. Три буханки хлеба плюс еще одна, четыре, да, получается, в общем, количестве. Я думаю, нам пока этого хватит. Так, молоточки, цепи. Так, хлебушек снаряжаем. И возьмем, наверное, с вами вот так вот. Отлично. Ну что, ребятушки. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Так, Кащей заперт, а Мария будет, безусловно, рада. Естественно, друзья мои. Хе, я же ей еще и венец отдам сейчас. Иван, ты вернулся. И я не смела думать, что мы встретимся лицом к лицу с моим врагом. Я встретил Кащея и сразился с ним. На этом все? Ты нашел корону моего отца? Да, я нашел ее. И я вернул ее законному владельцу. А что случилось с Кащеем? Им удалось сбежать? Хе, конечно нет. Сейчас он расплачивается за то, что сделал. Он заточен в этом сундуке. Он бессмертный. И нет такого оружия, которое могло бы его убить. Но он больше не потревожит тебя. О, Иван, я буду вечно благодарна тебе. Благодарю тебя за то, что ты вернул мне корону моего отца. А вот твоя награда. О, 333 монеты. Что насчет предложения царя? Да, сейчас подходящее время для обсуждения свадьбы. Я думал о твоем предложении и обсудил все с моим народом и советниками. Ты положил конец вражде в своих краях. Ты даровал надежду моим людям. И ты вернул мне корону моего отца. Ты сделал все, что я просила, невзирая на сложность. Похоже, мне следует принять твое предложение. Отправляйся к своему царю и сообщи ему эту есть. Однако у меня есть требование. Я сама выберу место для нашей свадьбы. И жених должен будет пройти испытание. Хм. Куда мы пойдем? Свадьба состоится под пристальным взором седобородого камня. Передай это сообщение царю, и мы будем ожидать тебя возле камня. Надеюсь, мы встретимся там, Иван. Ага. То есть, дело движется к свадьбе. Я должен сходить к царю, да, и передать ему, так сказать, радостную весть. Да-да-да-да-да, эта дорога домой, мне как раз туда и нужно. Надеюсь, все. Никаких больше не будет приключений на мою голову. Мне и так уже достаточно. Так, ну-ка, давай посмотрим, друзья мои. Так, бабули странно нету почему-то. Жаль. Так, ну что же. Царь. Царевич. С чем пожаловал? Нашел ли ты прекрасную жену? Достойна ли она моей силы и молодости? Это хорошая возможность вместе помочь ее народу. Это Марья Марьевна, королева воинов, и за 3-9 земель гара закрашешь солнце всех румяней и белей. Марья Марьевна. И я и правда слышал о ней. Она подходящая партия. Она желает провести свадьбу под пристальным взором Седобородова. Хватит молвы, что это магическое место. Но все это рассказы старых жен. Но если она выбрала это место, то там и встретимся. Свадьба. Я присоединяюсь к вам на свадьбе. Хорошо, Иван, похоже, что старая колония ошибалась на твой счет. Слуги, устройте пир на весь мир. Более 7 блюд во время застолья. Приготовьте лучшие напитки и наших лучших лошадей в раздолье. Теперь отправляйтесь, соберите всех и поведайте им эту весть. Царь и Марья женятся через 3 дня. Пусть все отдают честь. Через 3 дня? А что нам делать 3 дня-то, елки-палки? Бегать здесь, тусоваться, крутиться. Ну, я так понимаю, что все, друзья. А что еще остается делать? Ну, ладно, пошли, я не знаю, на выход, наверное. Да? А там уж посмотрим, что нам там бабушки-ягушки расскажут. Проснулись. Свадьба будет проходить у Седобородого Камня. Свадьба ждет. Может быть, после этой свадьбы жизнь Ивана наладится. Я надеюсь на это. Пока все еще в пути, Иван. Кое-кто охотится и хочет заманить его в капкан. Одноглазая лиха снова пытается. Ивана убить. И все планы погубить. Я должна сейчас же помочь Ивану, пока он не попал на бойню к Барану. Возвращайся, когда все закончится. А теперь отправляйся в путь. Жизнь Ивана зависит от тебя. Погоди-ка, погоди-ка. Что опять тут? Оу. Я присмотрю за кузнецом. Наконец-то я нашла тебя. Твои пальцы пришлись мне по вкусу. Но теперь у меня разыгрался аппетит. Никто не сможет уйти от меня. Понайди поближе мой ужин. И я расскажу тебе кое-что о злом Роке. Я справлюсь с тобой. Всего лишь одной рукой. Сразись со мной, неугомонная ведьма. Давай, сражайся до последнего. А время пришло, Иван. Пришла погибель твоя. Испеку один большой и вкусненький пирог из тебя. Ага, ага. Понеслась, друзья мои. Так, вот мне не нравятся вот эти вот совушки. Очень не нравятся. Надо в первую очередь, наверное, их бомбануть. Слушай, ну они не... Я думал, они будут этот... Как сказать? Приносить подмогу, но ничего подобного. Да? Они сами по себе летают. Так, подожди, подожди. Надо нам... Вот. Знаете, для чего, ребята, мы с вами будем сейчас употреблять вот этот клевер? Потому что вы посмотрите, с какой скоростью у меня растет невезение. Ах ты, елки-палки. Все-таки летают, друзья мои. Летают эти совушки и приносят врагов. Поэтому все-таки нам нужно ее забомбить в первую очередь. Опять она улетела. Опять она... Ага. На этот раз пугал огородную, да? Притащила нам. Твою же налево. Ребята, у меня пять клеверов всего осталось. Пять. То есть пять раз я могу еще снять с себя вот это вот невезение. Так, минус. Слушай, ну на самом деле, вот, посмотри, посмотри внимательно, что у нас выходит. Я бомблю по этому лиху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Вот теперь мне нужно здоровье восстанавливать. Уже пофиг, как говорится, на невезение, когда, как говорится, жизнь твоя уже в опасности. Ох. Давайте, наверное, поменяем обратно. Я думаю, это будет самое правильное, да? Так. Слушай, она такая быстрая, я даже не успеваю, друзья мои. Просто не успеваю. Ого. Вблизи лучше не стоять. Она начинает махать своим тесаком. Так, тихо-тихо, что он там делает? Что он там колдует, что-то взрывает, бумкает, не пойму я. Ага. Начала бросать ножи. Пол хп мы уже отняли. С вами, кстати, у этого лиха. Да что ж такое-то, а? Ещё музыка такая, ёлки-палки, нервирующая какие-то. Тихо, опять со здоровьем проблемы. Друзья мои, опять. Опа, опа, тихо. Секунду, секунду. Нам нужно с вами хлебушек взять. А у меня всего две буханки хлеба. Ё-пар-сэ-тэ. Друзья мои, если я её не подобью, я боюсь у нас... А как? Не-не-не, погоди, погоди. Я должен встать, я не готов погибнуть. Так я же, посмотри, самое интересное, я подкрепился, да? А, ладно, пускай ломает. Блин, она сломала тот молот, который у меня был в руках. Вот карга старая. Ой-ой-ой. Слушай, вот это было очень опасно, ребята. Она бомбит, когда он набросает вот один вот этот здоровый нож. Он очень много отнимает здоровья. В отличии вот от этих вот. Слушай, она, по-моему, так мне будет сейчас сломать все молоты, да? Может быть, нам поставить в руки обычный молот, который нельзя сломать? Ну, вот этот вот. Да и будем себе спокойненько бомбить им. Да, будем, конечно, немножко меньше отнимать здоровье. Но зато не будем отвлекаться. Да ломай ты, что хочешь. Так, отлично. Главное, уворачиваться. Уворачиваться и бомбить, конечно же, по ней. Так, опс, попала опять она этим ножом в меня. У меня хлеба больше нету, друзья. Так что очень аккуратно надо действовать. Очень, очень. Если она еще разок другой в меня попадет, я боюсь, все, она хана будет. Что она там зависла? Я уж думал, она глюканула. Тихо, тихо, тихо. Сколько? Еще удара два, наверное, да? По ней надо сделать. Есть. По-моему, я ее подбил, друзья. О, нет, постой, не убивай меня, кузнец. Я нужна здесь. То, как люди сражались со мной, определяет то, чего они стоят. Я делал лишь то, что заложено было во мне природой с самого рождения. Я дарю тебя сильными колдовскими чарами. Пощади меня, умоляю. Хм. Каждому из нас отведена своя роль. Я освобожу тебя. Но я не возьму твои колдовские чары. Держись подальше от меня. Благодарю тебя, мой милый кузнец. Клятвенно обещаю, что отныне злой рок навсегда тебя покинет. Вдруг лихо. Слушайте, а у нашего Ванечки рука появится или нет? Так. Ага. А карты нету никакой. Странно. В общем, друзья мои, мы... Скажи, Яга, как теперь мне быть? Как суждено мне жизнь мою прожить? Обрету ли я свободу, когда не станет лихо? Или злой рок все будет преследовать меня тихо? Послушай меня, Иван. Дорогой, и веди себя с другими так, как хочешь, чтобы все вели себя с тобой. То, как видишь себя и творишь каждый день, повлияет на многое в твоей судьбе. Когда уверен в намерениях лжеца, борись за правду до конца. Не верь слепо древним сказаниям, когда ты в печали или в раскаянии. Когда все плохо, и кажется, что выхода нет, помни о том, что у семи бед один ответ. Злой рок или волшебство не влияет вообще ни на что. Сейчас тайну тебе поведаю, я раскрою, что решит судьбу твою в поздний час. Скажу не то я. В трудные моменты пожинаешь плоды решений, которые ты принимал, и действий, которые ты совершал. Че она сказала? Я ничего не понял, друзья. Ладно, давай выходить. Че-то пролопотало мне там непонятного в треку... Оу. Я вернулась, мои дорогие. И вправду ты вернулась. Свадьба прошла, мне нужен отдых. Ой, отдохнешь на том свете. Расскажи, что стряслось, давай. Ты видела, что случилось в твоем омуте? Ну, спокойся, Баба Яга, разберемся в этой смуте. Мы хотим услышать весь рассказ. Что произошло на самом деле без прикрас? Хорошо, хоть я и устала, и вся вымотана, давайте все же узнаем, что было дальше. Ведь на это все и рассчитано. И по порядку рассказать не лень. Как же все это было в тот судьбоносный день. Свадьба. Над пламенем, что из костей. Под взором камня серого. Поставил я котлы тогда, были Иваном сделаны. И думал в планах о своих. Надежда тут и беспокойство витали в воздухе тогда. Мария со свитой здесь была. Царица их прекрасней солнца. Так несравненно красота. Вдруг царь явился со своей свитой, спиной горбатой, как крыта. И в гордости, с высокомерием, смотрел он на невесту с умилением. Доска была разложена, и пешки все мои. На лбу моем ни капельки, в душе я полон сил. Когда мы сели все за стол, прибыл Иван, он был готов. Готов к чему? Ты здесь, кузнец? Как всегда, опоздал. Мне все равно, у меня есть дела и поважнее. Я здесь, Мария Марьевна, я сделал все, что ты пожелала. Теперь ты должна стать моей невестой. Говорят, что ты великий царь. А я вот знаю, что твой кузнец, вот кто великий человек. Но перед свадьбой, под недремлющим оком седобородого камня, тебе предстоит пройти испытание судьбы. Никакое испытание меня не остановит. Я силен, я молод, я царь! Я все видела, и это меня впечатлило. Настало время пройти испытание, и чтобы оно меня поразило. Испытание судьбы тебе предстоит пройти. Три требования седобородого камня нужно найти. У меня есть медвежья силушка богатырская, несравненный острый ум и немного удачи. Я быстро справлюсь со всем. Мне по плечу любые задачи. Чтобы свое достоинство доказать, в этих трех котлах нужно понырять, а в каждом из них нужно искупаться, и при этом в живых ты должен остаться. Первый котел наполнен слезами кипящими, и если ты вправду силен страхом, не будешь ты побежден. Второй котел наполнен материнским молоком. Но для тех, кто молод, как младенец, это словно родной дом. В последнем котле вино ледяное, и тут все понятно. Любимцем, фортуны, наслаждение какое. А как только ты справишься, заберешь свою красавицу. Сейчас я пройду твое испытание. Я царь и я могучий. А после этого я увезу с собой эту прекрасную деву. Интересно. Но это посмотреть. С ужасным стихом из его уст и гордостью огромной, отбросил обувь он и посох. И был готов на подвиг. Он понял яблоко с груди. Он прыгнул в омут кипящих слез. Мы ждали в страхе сон без грез. Всплыла рука его оттуда. Кривое, как все это чудо. Царю пришел тогда конец. Пришел мой час, черед венец. Навстречу вышел я толпе. И прокричал, чтоб слышали все. Он был недостойный. Так камень сказал. Теперь он превратился в пыль, кости и прах. Позвольте нам сказать, а покойникам мирно спать. Давайте попытаемся все заново создать. Все здесь собравшиеся доброго и бесстрашного правителя должны принять. Мое королевство страхом было разрушено. Владыки нежити погубили все, что было мне дорого. Мысли о месте ослепили меня, пока кузнец не дал понять мне, что это я зря. Я пришла сюда со всем своим народом, чтобы поселиться здесь и начать новую жизнь. Мое сердце наполнено надеждой и желанием присоединиться к твоему народу и начать жизнь заново. Это Мария из А3-9 земель. Хочешь, чтобы она стала твоим новым правителем? Однорукий кузнец Иван, который нашел меня в моих краях, твое долгое путешествие окончено. И теперь я стою пред тобой. Ты выполнил все мои требования, и теперь в наших краях воцарился мир. С великой радостью и гордостью приму я тебя в свои советники. По законам царства я не могу быть правительницей. Я девушка, родившаяся не в этих местах. Это вызовет у вашего народа лишь страх. Поможешь ли ты мне разрушить прежние законы и построить новые светлые идеалы? Хм. Интересненько. Слушайте, я, наверное, возьму... Блин, я не знаю. Двоечку, может быть. Давай, наверное, второй вариант возьмем. Я не буду чужеземцу помогать в правлении. Я вернусь к моей прежней жизни и вновь буду кузнецом. Он повернулся и ушел. Продолжить путь он ясно мысил. С высокоподнятой головой стояла Мария пред толпой. Там к ней священник подходил. Он низко голову склонил. В руках держал он царский посох. Как знак правителей земель. На платье солнечные блики. Блестит корона от отца. Вдруг посох к небу подняла. Развернув в небе облака. Приветствовал ее народ на троне восседавший. И ее план уже готов. Победа и вкус наставший. Кузнец останется как был. Но только сам решит в чем смысл. Он мог бы сделать по-другому. Если бы послушался меня. Теперь застрял он в скучной жизни. Зато помог сместить царя. Народу стало легче жить. И это был его лишь выбор. Да, друзья мои. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Пойдемте, мои дорогие. Пора трапезничать. Ну что же. Это, ребята, была одна из пяти концовок. Как вы понимаете, я выбрал не очень хороший вариант. Я уже это понял потом. Но, тем не менее, чему быть, тому не миновать. Естественно, второй, третий, четвертый, пятый раз я проходить ее не буду. Это слишком долго. Ну, а на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...